МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В личном первенстве призовые места завоевали спортсмены ФСО и УФСИН. Отметим, что умение правильно обращаться с оружием и хорошо стрелять – необходимое требование для повышения уровня профессионального мастерства сотрудников правоохранительных органов. Еще одну уже социальную акцию судебные приставы провели в канун своего профессионального праздника. Сдавать донорскую кровь стало традицией ведомства. Кровь будет направлена в больнице для помощи пациентам. Важность донорства сложно переоценить. Кровь и ее компоненты ежеминутно требуются тысячам людей. Между Тверской областной станцией переливания крови и управлением налажено тесное взаимодействие. В донорских акциях судебные приставы принимают участие несколько раз в год, но многие сотрудники по собственной инициативе сдают кровь чаще. В этот раз в акции приняли участие сотрудники, которые сдавали кровь впервые. Напомним, День судебного пристава Российской Федерации отмечается ежегодно 1 ноября, начиная с 2009 года в соответствии с указом президента Российской Федерации об установлении Дня судебного пристава. Сейчас в региональном ведомстве служит более 700 сотрудников. Об этом в канун праздника рассказала главный судебный пристав Тверской области Надежда Семенова в программе «Тема дня». Больше из них, из этих 700 сотрудников, это аттестованные сотрудники, то есть те, кому присваиваются специальные звания. И чуть меньше это государственные гражданские служащие. Задачи, несмотря на наш переход и теперь отнесение к правоохранительным органам, задачи совершенно не изменились. Основные задачи – это обеспечение установленного порядка деятельности судов и судебных процессов, это исполнение требований судебных решений и иных специально уполномоченных органов. Это организация дознания и административные практики. И, конечно, наше тоже очень важное направление – это надзорная деятельность за коллекторскими организациями. Сотрудниками УФСБ России по Тверской области пресечена противоправная деятельность гражданина Российской Федерации, участвовавшего в рядах ВСУ в боевых действиях против вооруженных сил Российской Федерации. Уроженец Тверской области занимал должность заместителя начальника штаба одного из подразделений территориальной обороны Украины. Мужчина был задержан в боестолкновении в одном из районов Луганской Народной Республики. Возбуждено уголовное дело по статье 275 Уголовного кодекса России «Государственная измена в форме перехода на сторону противника», в рамках которого проведены следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех подробностей противоправной деятельности фигуранта.